Вернемся к одной из главных тем выпуска. Президент сегодня встретился с победителями проекта «100 новых лиц Казахстана». Один из них, Серик Нуркенов, сейчас на прямой связи со студией. Серик, добрый вечер. Во-первых, поздравляем с победой. Во-вторых, скажите, что она для вас значит? Для меня это событие очень важное. Дело в том, что это «100 новых лиц». И сегодня мы имели честь такую встретиться с главой государства, пообщаться со всеми победителями. На самом деле, этих победителей у нас в стране очень много. Ну вот сейчас, какие планы на будущее? Будете ли вносить в них коррективы? Да, обязательно. Дело в том, что мы живем в такое время, когда у нас имеется очень много возможностей для реализации различных задач. Я более 10 лет проработал в области ядерной медицины. Это ранняя диагностика онкологических заболеваний. Проведены за период 10 лет свыше 17 тысяч обследований. Это тысячи спасенных жизней. В настоящее время я работаю в области зеленых технологий. Я перешел в международный центр, созданный по инициативе главы государства, как наследие Экспо. Продолжать свою работу собираетесь или менять? Обязательно. Да, я буду продолжать. Поскольку в ежегодном послании главы государства сказано о том, что в Астане будет создан новый национальный онкологический центр, где будут внедрены ядерные технологии. Я считаю, что сегодня это очень важно, так как такие методы, как томотерапия, терраностика, протонная терапия, это нужные для повышения не только качества жизни, но и долголетия нации. Это будущее. Как физики, я считаю, что решение онкологических проблем связано с использованием энергии атома в мирных целях, в нужных целях для людей. Спасибо вам за комментарий. И еще раз поздравляю. Спасибо. Спасибо.